Добрый вечер! И во сне, и наяву Нет, мне ничего не надо от тебя Нет, халявы не хочу я Тенью надвоем мелькнув в пути Полный курс квантов пройти Списать, не поднимая глаз Чтоб сдать хотя бы в этот раз Пройти хотя бы раз По краешку твоей судьбы Итак, мы готовы к тому, чтобы решить задачу О нахождении волновых функций электронов в стационарных состояниях в атомном водороде В самом общем случае произвольной зависимости от углов Я напомню, что до этого решалась частная задача Нахождение решений только сферически симметричных, соответствующих S-состояния Еще раз обращу ваше внимание, что это решение далеко не полное Оно подразумевает учет только кулоновского взаимодействия электрона с ядром Не учитывает эффектов, связанных со наличием у электрона спина И не учитывает релятивистских эффектов Это решение классической квантовой механики Для того, чтобы решить эту задачу, мы провели большую подготовку Мы уже научились решать уравнение Шредингера для S-состояний Поняли, откуда берется эффект квантования энергии После этого мы поработали со спиновыми состояниями электронов И получили некоторый опыт действий с вращениями пространства И знаем, как преобразуются при этом состояния собственного спинового момента И эта техника позволила нам получить много важной и интересной информации Не только про собственный, но и про орбитальный момент Связанный с угловым как бы движением электронов Мы нашли собственные функции оператора квадрата орбитального момента И его z-проекции Из этих собственных функций мы построили так называемые шаровые функции Которые дают амплитуду найти состояние Lm После того, как мы взяли состояние с моментом L и нулевой проекции И подействовали на него последовательно двумя поворотами Вокруг оси Х на какой-то угол и вокруг оси Z на другой угол И вот вся эта техника позволит нам сейчас решить задачу О построении волновых функций Произвольных состояний электрона в атоме водорода Первый вопрос нашей лекции, как вы уже видели Будет посвящен разделению переменных Уравнений Шреттингера Итак, начинаем Итак, в самом общем случае Сейчас, одну секунду Уравнение Шреттингера имеет вид И, H Д по ДТ От волновой функции, зависящей как от времени, так и от координат Волновой функции нестационарного состояния Ну а справа стоит оператор Гамильтона Действующий на ту же самую волновую функцию Для того, чтобы перейти к стационарным состояниям Сохраняющейся энергии Что вполне естественно Для электронного атома водорода Который движется в центральном поле Волновую функцию, зависящую от РТ Мы будем искать как произведение Гармонической функции по времени С коэффициентом равным отношению энергии К постоянной планке Которую будем считать равна единице На координатную часть волновой функции Которая зависит только от Р Если такое пробное решение Подставить в исходное уравнение То в левой части Дифференцирование по времени исчезнет И появится умножение на искомую энергию Ну и в результате уравнение принимает стандартный вид Я распишу в явном виде оператор Гамильтона Он равен квадрату оператора импульса Зеленого на 2m Плюс оператор потенциальной энергии Который равен минус квадрату элементарного заряда Делить на Р В применении к функции Псиатр А справа уже будет стоять Не производное по времени А произведение искомой энергии На функцию Псиатр Ну и теперь Если вспомнить Что оператор импульса Это минус И А На оператор Набло пространственного дифференцирования И все подставить уравнение Шредингера И перейти к атомной системе единиц Где постоянная планка равна единице Элементарный заряд равен единице И масса электрона равна единице Мы получаем Удобное уравнение Минус половина Оператора Лапласа Минус единица На Р Минус энергия Все перенесем в одну сторону На функцию Псиатр Равняется Ну и стандартный вид Стационарного уравнения Шредингера Для атома водорода И водородоподобных атомов Это была никакая невыдержанная вера Это Лапласиан Плюс Два Делить на Р Плюс две энергии В применении к функции Псиатр Это ноль Ну и теперь Перепишем оператор Лапласа В сферической системе координат Единица на Р Вторая производная По Р От произведения того На что действует оператор Гамильтона На Р Минус Страшный оператор Содержащий дифференцирование По углам Т, Т и Фи Который мы договорились Что можно назвать Оператором квадрата Момента импульса И он делится на Р Плюс От закона Кулона От потенциальной энергии Два на Р Первый, извините Здесь на Р квадрате было Плюс Удвоенная энергия Применение к волновой функции Псиатр Должно равняться Вот такое уравнение Надо решать И оно очень похоже на уравнение Для электрона в С-состоянии Единственное отличие Состоит в том Что у нас появилось Вот такое новое Слагаемое Которое для С-состояния Равнялось нулю Поскольку оператор Л Дифференцируя по Т, Т и Фи Функцию, независую от координат Добавил нам Ну вот теперь Весь вопрос в том Как найти Функцию Псиатр Это можно делать Как пользуясь Математическими соображениями Так и с физических соображениями Ну на самом деле В сферической системе координат Функция Псиатр Она зависит от модуля Расстояния электрона От начала координат Где находится ядро До точки его нахождения И двух углов Тета и Фи Ну давайте попробуем Что-нибудь все-таки Немножко нарисовать Вот если у нас Имеется система координат Это система координат Х, Y, Z В начале координат Находится ядро Извиняюсь Ядро конечно Ну уже все Оно превратилось в красное Ну давай еще Ну сойдет ли сельская местность Где-то там находится электрон Ну если мы будем Проектировать его координаты Значит вот это его Проекция Вниз Это проекция Проекция сюда Проекция сюда Ну и проекция на высоту Ну там она не поместилась Ну вот нам потребуется еще Вот эта плоскость Которую я сейчас нарисовал Я ее так немножечко Под Заштрихую Эта плоскость Которая образуется Вертикальной осью Z И радиус вектором Электрона Поведенного от хидра Это радиус вектор Ну вот естественно Это у нас угол Фи Это у нас угол Ну вот Волновую функцию Пси Как Объясняет нам Ричард Фейман Которую мы все Глубоко уважаем Которая дает нам Амплитуду вероятности Найти электрон В точке с координатами Р, тета, фи Если он находится В естественном для него Состоянии Квантово-механическим С определенной энергией Моментом импульса Поскольку то и то Сохраняется В Т-кар В кулоновском поле Это вероятность И амплитуда Вместе с ней Есть вероятность Двух независимых событий Нахождение электрон на расстоянии Р от начала координат И нахождение в точке пространства По углам Тета и фи Ну а если эти события Независимы То И вероятность амплитуды Должны перемножаться Поэтому предлагается Вначале Построить дополнительную систему Координат В которой Ось З Штрих Штрих Смотрит вдоль Р Вот сюда Смотрит З штрих И задаться вопросом С какой амплитудой Электрон Находится на оси З штрих На расстоянии Р от начала координат Вот эту амплитуду Будем называть Р большое Р большое От Р И эту функцию Будем называть Радиальной частью Волновой функции Или радиальной Волновой функции Но теперь Если нас интересует Состояние электрона Когда у него Орбитальный момент L И его проекция M То вот в этой Новой системе Координат У него конечно же Орбитальный момент Остается равным L Как бы мы ни крутили Координаты Полный момент Не меняется А вот Z Проекция равна нулю Потому что Электрон Находится На оси Квантования Z Но это неудобная Система координат Нам нужно Ее перевести В нашу Лабораторную систему Координат А для этого Надо сделать следующее Нам нужно совершить Поворот Оси Z Вокруг оси X На угол тета R Вокруг оси X На угол тета Оператор поворота А потом Довернуть Естественно При таком повороте У нас Ось Y Будет Смотреть Не туда Куда надо И ось X Дело в том Что у нас сейчас В этой системе Координат Ось Y Естественно Лежит в этой плоскости Y Штрих А вот теперь Эту ось Надо довернуть Так чтобы совместить С осью Y Для этого Надо на угол Фи Повернуть Систему Вокруг оси Z Вот если Эти два поворота Будут действовать На наше состояние Lm То в результате Мы получим Извините Не Lm Наше Исходное состояние Было L с нуликом То в результате Мы получим Суперпозицию Состояний С моментом L и всевозможными Z проекциями Но нас интересует Конкретное состояние С проекцией M И поэтому Чтобы найти Амплитуду Такого состояния Которое Получится Правильное После поворота Мы должны Сосчитать Вот такое Скалярное Произведение Но друзья мои То что написано Это не что иное Как определенная Нами шаровая Функция С индексами Lm От углов Тета И фи И таким образом Мы должны Искать Волновую Функцию Полную Зависящую От координат Как радиальную Часть Волновой Функции Умноженную На шаровую Функцию Зависящую От углов Потом Окажется Что уравнение Для Координатной Части Волновой Функции Будет Зависеть От квантового Числа L А мы Уже Из опыта Расчета S Состояний Знаем Что там Еще возникает Главное Квантовое Число N И поэтому Здесь у нас Будет Два Индекса Целочисленных N И L Это появится В будущем Вот так Предлагает Решать Эту Задачу Ричард Фейн Можно Поступать И Проще Можно Сказать Что Наше Исходное Уравнение Которое Нам Предстоит Решать Вот Это Уравнение Это Вполне Нормальное Дифференциальное Уравнение В частных Производных Его можно Решать Методом Разделения Переменных И таким Способом Мы найдем Все Нужные Нам Решения А Искать Зависимость Решения От углов Тета И фи Очень удобно В виде Шаровых Функций По той Простой Причине Что мы С вами Уже Знаем Что Шаровая Функция Является Собственной Функцией Оператора L в квадрате Которые Которые Действуя На шаровую Функцию От нуля В состоянии Через единицу Если Единица Это П Состояние Двойка Это Д Состояние И так Далее До бесконечности Ну так Вот Если Теперь Мы Решение В виде Произведения Радиальной На угловую Волновую Функцию Подставим В исходное Уравнение Шредингера Я Все Все Так Его Оставлю Чтобы Было Виднее Стараюсь Прокрутить Экран Плохо Крутится Экран Без мышки Давайте Подставлять В первом Слагаемом Вот В этом Слагаемом У нас Все Дифференцируется Только По Р И поэтому Шаровая Функция Остается В покое У нас Получается Игрек Ну Индекса Не буду Для краткости Писать Тето Фи Дальше Будет Единица На Р Д Два Р Большое Зависящее От Р По Д Р Дважды Только Р Большое Зависящее От Р Еще Умножается На Р Мало Смотри Исходное Уравнение Минус Дальше Оператор Л В квадрате Речь Сейчас Идет Уже О Втором Слагаемом Вот Об этом Оператор Л В квадрате Не действует На Р А содержит Дифференцирование По углам Поэтому Единица На Р В квадрате Остается Функция Радиальная Часть Волновой Функции Выносится А здесь Остается Действие Оператора Л В квадрате На Шаровую Функцию Ну что Касается Остальных Слагаемых То это Просто Операции Умножения 2 на Р Умножается На Произведение Р На У Плюс 2 В Умножается На Произведение Р На У И Получается Но Вот Теперь Главный Фокус Ради Которого Все Это Делалось Дело В том Что Функция У Является Собственной Функцией Оператора Л В квадрате И Вот Это Слагаемое Можно Написать Как H В квадрате Которое Равно Единице На Л На Л Плюс 1 На У Л М Зависище От Углов Тета И Фи Ну И Посмотрите Теперь У нас Во всех Слагаемых Уравнение Шредингера Присутствует Шаровая Функция На Которую Можно Просто Сократить Она Сокращается Здесь 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 И Здесь И В результате Мы Получаем Уравнение Для Радиальной Части Волновой Функции Которое Уже Будет Уравнение Не В частных А В обычных Производных Единица На Р Д Два Фа Д Р Дважды От Р Умножить На Р Минус Л На Л Плюс Один На Р Квадрате На Функцию Р Плюс Два Делить На Р Р Плюс Удвоенная Энергия На Р Равняется Ну Вот Такое Обыкновенное Дифференциальное Уравнение Получилось Для Радиальной Части Волновой Функции Я Напомню Что В случае Уравнения Для Электронов Состояние У нас Присутствовало Это Слагаемое Это Слагаемое Это А этого Слагаемого Не было Поскольку Когда у нас От углов Ничего не зависело У нас была Шаровая Функция У И Производная Равнялась Ну Можно Сказать И Более Формально В С Состоянии Л Равно Ну И Просто Это Слагаемое Обращалось В Ноль За счет Числителя Теперь Это Уравнение Надо Будет Решать И Делать Это Можно Примерно Так же Как Это Делалось Для Электрона В С Состоянии Если Рассматривать Асимптотику Этого Уравнения Для Больших Расстояний Если У нас Р Стремится К Бесконечности Не К нуля Бесконечности То Давайте Посмотрим Что Получится Ну Во-первых Когда Посчитать Вторую Производную Такого Произведения У нас Будет Д2 Р По Др Дважды Плюс 2 Делить На Р Др Большое По Др Минус Л На Л Плюс 1 На Р В Квадрате Р Плюс 2 Делить На Р Р Большое Плюс 2 Дубль В Р Р Равно Нулю Ну и Вот При Больших Расстояниях Вот Все Эти Слагаемые Слагаемые Где имеется Деление На Р Киснут И И в результате У нас Получается Очень простенькое Уравнение Которое Известно Как Решать Д2 Р По Др Дважды Плюс Два Дубль В Р Равняется Нулю Уравнение Типа уравнения Гармонического Осциллятора И мы уже Смотрели Такую Асимптотику Для Состояния Там было То же самое Асимптотическое Выражение Если энергия Положительна То Радиальная Волновая Функция Имеет Вид Линейной Комбинации Двух Экспонент С Показателями Плюс Минус И Корень Из Двух Дубы Лев Р Это Решение Не обращается В ноль Ни на каких Расстояниях От ядра И электрон Можно Находить На любом Расстоянии От ядра Это соответствует Ионизированному Состоянию Атома Когда электрон Может летать Свободно А вот Если Энергия Отрицательна То решение Р от Р Ведет Себя Как Константа На Е В степени Минус К Р Где К Это Корень Из Минус Удвоенной Энергии Которая Отрицательна Поэтому У нас Извлекается Корень Из Положительного Числа И в результате К Оказывается Вещественным Это Это Значает Что У нас Решение Оказывается Экспоненциально Затухающим Электрон Не может Далеко Отойти От ядра И говорят Что он Находится В связанном Состоянии Ну и В этом Случае Для того Чтобы Такая Асимптотика Давала нам Решение Которое Обращает Уравнение В тождество Не только На бесконечности Но и На конечных Расстояниях Когда Работают Введенные В зеленый Цвет Слагаемые Мы будем Пытаться Искать Решение В виде Произведения Некоторого Полинома Ж На затухающую Экспоненту Считаю Что на Больших Расстояниях Экспонент Все равно Будет Главный И обеспечит Нам Правильное Поведение Симптотического Решения А полином Мы его Коэффициенты Попытаемся Подобрать Так Чтобы на Конечных Расстояниях Удовлетворялось Все уравнение Шредингера Для радиальной Части Волновой Функции Вот такая Программа Нам ее Предстоит Реализовать Но для Того Чтобы Реализация Такой Программы Оказалась Успешной И мы Понимали В том числе И физический Смысл Происходящего Мне хочется Еще Немножечко Поговорить О том Что называется Физическим Смыслом Нового Дополнительного Слагаемого Содержащего Квадрат Оператора Орбитального Момента Л И поэтому Следующим Вопросом Нашей лекции